Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гульс, и сегодня я бы хотела рассказать про полезные свойства растения, которые мы все привыкли считать абсолютно никчемным, некрасивым, и всячески стараемся избавиться, если это растение поселилось у нас на участке. Речь сегодня пойдет о бузине красной или кистистой. Это растение чаще всего мы встречаем на вырубках, там, где растет малина. Она поселяется самосевом в тех местах, где бывает большое количество птиц, поскольку птицы охотно склевывают плоды бузины. И само по себе это растение не очень декоративно, не представляет какой-то интереса как объект красоты, и чаще всего мы стараемся уничтожить его. Но, возможно, то, что я вам сегодня расскажу, покажется вам полезным, и вы не будете так охотно гнать это растение со своего участка. Дело в том, что бузина красная содержит во всех частях растения, в листьях, в стеблях, вещества, которые отпугивают комаров. Впервые мне про это рассказала бабушка из соседней деревни, когда я шла в лес за черникой. И она мне посоветовала взять ветки вот этой красной бузины и сделать венок на голову. Ну, возможно, венок на голову, это немножко не совсем удобно, но достаточно воткнуть пару листиков за рукава, закрепить их в районе шеи, и комары действительно будут меньше атаковать вас, и не придется пользоваться репеллентами, которые не всегда положительно влияют на нашу кожу лица и рук. У многих они вызывают, к сожалению, аллергические реакции. Бузина таких реакций не вызывает. Кроме того, если выбрать декоративные формы, а у бузины красной есть и декоративные формы, они, конечно, не такие эффектные, как у бузины черные. Вот у нас на заднем плане бузина черная. Это вид, который чаще всего мы выращиваем, как культурное растение, поскольку у него съедобные ягоды, их часто используют в пищевой промышленности для окрашивания соков, вина. Кроме того, это лекарственное растение. Бузина красная, она не отличается лекарственными свойствами, но она у нас способна отпугивать насекомых. Это растение имеет декоративные формы, рассеченную листную форму. Листья у нее похожи на петрушку. Также она имеет окаймленную варегатную форму с белой каймой по краю листа. Если посадить такое растение возле беседки, где вы наиболее часто встречаетесь и отдыхаете вечером, то количество комаров в этом месте будет значительно меньше. Но, кроме того, у этого растения есть и другие полезные свойства, которые может применить любая домашняя хозяйка. Часто, собирая ягоды черной смородины, малины, черники, руки наши испачкиваются и окрашиваются в такой некрасивый синий цвет, который не смывается мылом и обычными моющими средствами. Достаточно сорвать кисточку спелых ягод красной бузины. Созревают эти ягоды, как правило, в условиях Беларуси где-то в конце июня, то есть в тот момент, когда созревает первая черника и первая черная смородина, и висят они на деревьях, на кустах достаточно длительное время, вплоть до того момента, пока они не высохнут. То есть до середины августа по-любому они висят на кустах. Вот этими ягодами, если потереть руки и смыть водичкой, то все вот эти фиолетовые некрасивые пятна с ваших рук сойдут, и ваши руки будут выглядеть привлекательно и интересно. Кроме того, при помощи вот этих ягод можно удалять пятна от листьев помидор. Когда мы посынкуем помидоры, на коже остаются зеленые некрасивые пятна, эти пятна тоже легко удаляются ягодами красной бузины. Надеюсь, мои советы помогут вам полюбить это растение и найти ему применение в своем саду. С вами была Анастасия Гулис. Если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok